Что будет, а со Зевса привести к боссу на сторону ада? Проявит ли молния строения руки при особой анимации скина? И что сделает цепь Аида, если игрок по сей моменту улетит в портале? Как дела, народ? Утро начинается не с кофе, а вот с такой позы. Делайте три раза в день и спина скажет спасибо. Если такое практикуешь, то подписывайся на канал, до 250к подписчиков осталось совсем чутка. Ну и погнали к топовым экспериментам. Сейчас, как никогда, курицы очень актуальны на карте. Ведь они не простые, а золотые, и приносят очень много золота. Это золото можно добыть не только с них. Они несут золотые яйца, которые приносят овермного золота. Поэтому идей с курицами было много, и первая идея звучала так. Возможно ли уронить золотое яйцо? Чтобы это проверить, надо сделать постройку. Занести туда курицу и дождаться, пока она снесет яйцо. Ждать долго не надо, потому что появление яиц сделали намного чаще. Ну а если отредактировать пол под таким яйцом, то оно физики не имеет. Да, оно и само упасть не может, и в принципе, и мы встать на неё тоже не можем. В общем, не яйцо Фаберже, но тоже сойдёт. Так как курице наворотили эту золотую лихорадку, то назрел ещё один вопрос. Если ты взял курицу в руки, то ты практически бессмертный, если упасть с любой высоты. То есть, курица во имя спасения машет крыльями как только может. И вот вопрос, если она спасает такую тушку, как я, то спасёт ли она сама себя? Вопросик интересный, поэтому давайте заберёмся на высоту. Знаете, есть один вопросик, но он уже почему-то разбит об землю. Видимо, когда курица именно с персонажем, то она работает на все 150%, а когда сама с собой, то в принципе и не надо. Смешно и грустно, но курица не выжила. Присвали мне ролик на проверку, где игрок смог отсрочить свою отправку в лобби ровно на 2 секунды с помощью статуи бога. Но затем, сделав дело, отправился в новую игру. Именно в выполнении таких трюков всегда важен пинг, и гироп-бустер в этом здорово помогает. Мне не получалось повторить данный трюк, но из-за того, что мы смогли занизить пинг, я смог отработать действия намного быстрее. Приложение проще быть не может. Выбираешь любую игру, ты, конечно, на нужный регион играешь, а приложение настроит всё за тебя. Потеря пакетов, задержки, высокий пинг, забудьте прошлое и двигайтесь вперёд. Ссылка в описании. У нас в игре постоянно появляются какие-то интересные приколы. И в этот раз прикол связан с Молнией Зевса. Если рядом с игроком хорошо шарнуть Молнией, то мы сделаем ему рентген и увидим его кости. Я это уже делал с Робомиуском и его особые эмоции, скажу так, впечатления очень яркие. Но, как оказывается, интересные скины ещё не закончились. Скин-комбинатор. Вот самый парень из третьей главы третьего сезона, которому можно менять ноги, руки, туловище и даже голову. Но нам это не интересно, мы интересна его особая анимация, где он одной рукой отрывает другую и выдвигает её вперёд. И на зрелых подписчиков такой вопрос. Если в этот момент шарнуть Молнией, то что покажет рентген? То есть, где будет скелет руки? Там, где и должен быть? Или как у оторванной руки? Вопросик интересный? Давайте смотреть. Около двух лет назад мы проводили успешный эксперимент, где узнали, где находится коллизия у этой руки. Если присмотреться, мы стреляли в невидимую руку, и урон как раз таки проходил. Здесь получается всё так же, рука получается поджата, и кость как раз таки тоже там, где и надо. То есть, можно сделать вывод, если нет скелета, нет урона. С выходом нового сезона у нас появилась такая система, как брифинг от тени. Это вызывание различных аирдропов, и не только. Как оказывается, мы даже можем вызывать транспорт, и с этим транспортом возник у одного подписчика вопрос. Была у меня такая ситуация, где мне пришлось вызвать транспорт, и он отличался от других. Он был весь в царапинах и ржавый. Но самое что интересное, я не смог больше найти такой автомобиль. Ха, вопрос интересный, давайте раскроем тайну. На самом деле, автомобиль этот и вправду есть, но его действительно сложно найти. Хотя, скорее всего, тут дело везения. У меня, наверное, попытку питаться, то этот автомобиль появился, но, как оказывается, не такой коцанный или ржавый. У него по краям слегка облезла краска, ну и в принципе, всё. Я особо не присматривался, но вроде по карте таких автомобилей не встречал. Так что, как небольшая особенность для портала, это здорово. Мини-бронесфера. Штука очень полезная, особенно, когда её кидаешь на транспорт. Но если вам в лейте надо переехать в какой-то особо опасный участок, где находятся киберспортсмены, то это самое то. И задали со щитом парочку вопросов. А сможет ли электромагнитная граната отрубить щит? Давайте к тесту. Вроде я тут говорил про безопасный переезд, но, как оказывается, он может быть тоже опасным. Потому что граната его полностью отключает. Но зато этот щит не может пробить молния или цепь аида. Раз так, то смогут ли пробить крылья? А будем пробивать с помощью пикирования вниз. Погнали. Как бы щит не старался, но такого нападения он выдержать не смог. Разницы нет, стоишь ты снаружи, внутри или сбоку сферы. Сплэш заденет тебя везде. Так что такую имбу, как щит, тоже можно пробить. Добавили снова в игру крутой режим, как полота лава. В этот раз режим немножко переделали и сделали крутые анимации вулканов. То есть я к тому, что тут уже есть смысл, откуда поднимается сама лава. Ну и созрел у подписчика один вопрос. Раз лава уничтожает аэрдропы, то что будет с дронами? Дроны могут появиться в тех самых желтых локациях. Ну или же 100% появление дронов между приятной площадью и переменчивыми полями. Там, как я понимаю, находится целый завод по производству этих дронов. Раз так, то давайте сделаем тест-драйв на то, что сможет ли лава уничтожить такой дрон. Судя по тому, что аэрдроп отлетает сразу, а дрон нет, то можно сделать один вывод. Дроны остаются в живых. И тут уже назревает вопросик, а это задумывалось или же нет. Факт один. Дроны остаются в живых. Цепь Аида. Предмет классный, но его классность заключается не в том, что и можно только драться, а можно даже притягивать игроков. Раз можно притягивать игрока, то можно ли кому-то испортить анимацию? С такими вопросами ко мне приходили комментарии, как каждый раз, были разные идеи. И первая идея звучит так. Возможно ли притянуть игрока цепью, если он использует молнию и гранита с Девсом? Ну и давайте начнем проверку как раз таки с самого бога. Если пробовать провернуть этот мув с богом, то как раз таки ничего не получится. Но если перейти на цель полегче в виде игрока, то это делается легко. Цепь сбивает анимацию в любом виде, если ты кидаешь первую молнию или даже последнюю. Дальше просили проверить такие места, как вытащить игрока из туалета или же портала. И давайте пойдем от легкого к сложному и начнем мы с туалета. Если в последний момент попробовать ухватить игрока, то это сделать не получится. Тут просто проходит урон и в целом ничего интересного. Если пробовать делать с портал, то тут уже куда интереснее. Если сделать ее идеальной в момент улетания игрока в портал задеть цепью, то анимация тоже не сбивается. Но если сделать другой тайминг и выстрелить цепью чуть пораньше до того, как игрок улетит в портал, то цепь ринется за игроком. Да, цепь в прямом его смысле пытается улететь за игроком, но не особо-то и получается. Выглядит забавно, но что еще забавнее, мне описали, что этой цепью можно рыбачить. Но приписывали к этой проверке проверить молнию и пикирование на крыльях. Раз уточняют, что цепью можно рыбачить, давайте с нее и начнем. Да, цепь справляется на все 100%, лавливает все, что есть. Но вот молния или сплэш от крыльев уже с этим не справляется. Хотя я бы уверен на процентов 75, что что-то из этого да сработает. Так что удочки это прошлый век, рыбачьте цепью Аида. Ну и наконец, давайте глянем еще одну интересную тему с цепью Аида. В комментариях задали такой вопрос, а сможет ли цепь Аида обнулить падение игрока с высоты? Ну или наоборот, мы предадим ускорение и игрок разобьется 100%. Как говорится, история о двух концах. Давайте смотреть. Иногда оказывается попасть не так уж и просто. Вроде и должен попасть, но цепь пролетает очень рядом и не магнитится к игроку. Хотя тоже бывает, что работает так как надо, а вроде как и нет. Но если вы все же попадете, вы игрока спасете. Так что если это враг, то лучше подумайте, может ему лучше и разбиться. Ну и наконец, давайте проверим один эксперимент, который я уплощал на протяжении целого месяца. Я частенько проведу эксперименты, где пробовал сводить различных ботов с разных локаций. Все-таки у эпиков даже в трейлерах прослеживается какая-то история, где я ее пытаюсь подтвердить или же опровергнуть. И на этот раз у нас два бога с разных царств. У нас с начала сезона появилось две локации, царство тьмы и царство света. В каждой из этой локации присутствует по два босса. Если исходить из правильной логики, то два босса из царства тьмы должны быть дружными. Ну и соответственно, если царство тьмы дружное, то к свету они должны быть недружелюбны. Ну а так как боссов придется тащить через всю карту, мы выберем минимальный маршрут. Ну а минимальный маршрут проходит не через Аида, а через Цербера и Зевса. Ну а тащить мы будем всеми различными способами, включая цепи, ударные гранаты, удочки и даже подкаты. Ну что ж, сведем до гигантов. Погнали! Именно с этими ребятами в моем дискорде мы смогли добиться успеха. Ссылочка, кстати, в описании. Нервов было потрачено кучу, но мы все же смогли их доставить в один бокс. И самое что интересное, они не стали сразу стреляться. Боссы хоть и были загорены на игроков, но все же они были самыми близкими в этот момент. Ну и когда это случилось, то Волкодава начал резко дергать. Ну а потом, когда у Цербера пропала цель, то он сразу переключился на Зевса. И тут можно смело сказать, что два царства действительно воюют. Только вот Мидас с Аидом совершенно не хотят. Вообще-то завтра в магазине появится сам Мидас. Так что если тебе нужны бы баксы на покупку, то залетай ко мне в магазин. Там ты обязательно найдешь все, что надо. Включая редкие наборы и на халяву, можно получить еще баксов за проверку стоимости аккаунта. В общем, магазин топа, обязательно залетай. А с вами, как обычно, был я, Макс. Всем пока.